Получил огромное количество откликов на предыдущий ролик. Одних только комментариев под ним набралось больше двух тысяч. А еще всякие соцсети да твиттеры везде пишут, пишут. Один из временами встречающихся комментариев звучит так. Теперь все испугаются последствий и не пойдут прививаться. Это был предсказуемый эффект. Поэтому я несколько раз в ролике оговорился, что дело не в конкретных, редко встречающихся случаях серьезных последствий, а в том, что их, похоже, никак не фиксируют, не систематизируют и не дают разъяснений по этому поводу. И, кажется, это помогло. Массовая реакция, как раз такая, на которую я рассчитывал. Нам нужна правдивая информация о прививках, а не только отговорки, что у нас все нормально, а местами вообще лучше всех. Сегодня я хотел бы вернуться к этой теме, тем более, что всем героям ролика, скажем так, есть что добавить. Если вдруг почему-то не смотрели, то речь там шла о двоих пострадавших от миелита, поражения спинного мозга, что, возможно, было вызвано вакцинацией спутником. Их случаи комментировали врачи-неврологи из США. Наших смелых на такое дело не нашлось. В конце вас ждет бонус. Не, не только мои неудачные дубли, но и рассказ о том, как устроена в Соединенных Штатах система отслеживания побочных эффектов от лекарственных препаратов. Но начнем мы именно с врачей. Оба они, и Мария Хоучинс из бостонской Харвард Медикал Скул, и Григорий Гутин, невролог из Нью-Йорка, за полное и правдивое информирование. Мне кажется, что человеку надо дать право выбора. И право выбора у человека должно быть на основании максимального объема информации, которая им присутствует. Правильно? Потому что если мы кого-то будем заставлять, то они пойдут покупать справки о прививке. Они не будут прививаться. Заставлять не нужно. Оно не работает никогда, особенно в медицине. Но при этом, да, если человек перед тобой сидит, скажем, у него большая масса тела, так сказать, он диабетик, предположим, он курит, у него там гипертония, еще что-то такое. Ты можешь сказать, знаете, если вы заболеете короной, скорее вероятность вашего попадания в реанимацию там, наверное, больше 50%, вот исходя из всех этих факторов риска. Если вы привьетесь от короны, не факт, что вы и не заболеете, но, скорее всего, заболевание будет легче переноситься, не приведет к смерти. Но да, есть возможность вот такого-то осложнения. Вероятность очень низкая, но она присутствует. И в данной ситуации человек, так сказать, думающий, который соображает и хочет, так сказать, жить, вот, он, вероятно, все-таки выберет прививку. Значит, конечно, вакцинироваться или не вакцинироваться, это решение каждого человека личное. Но надо, лично мне, вот как кажется, когда меня спрашивают, я говорю, что надо просчитывать риски. Риски, они есть, конечно, при вакцинации, есть не только поперечный милит, есть очень много разных небольших побочных явлений. Некоторые большие побочные явления, кроме поперечного милита. Но, например, с поперечным милитом у вас шанс получить вот эту побочную побочку один на два миллиона. Если вы заболеете ковидом, у вас шанс умереть, наверное, от один или два на сто до один на пятьсот. В комментарии к прошлому ролику пришел один из героев, Игорь, который отвечает на вопросы всех интересующихся. Он, напомню, не реабилитировался до сих пор, но антипрививочником, несмотря на все это, не стал. Мне больше просто не нравится то, что у нас статистики нет открытой, и поэтому приходится забывать свою информацию самому, даже в отличие. То есть мне очень стало легче, когда я узнал, что я единственная девушка, может быть, какие-то еще есть люди. Я совершенно случайно встретился с человеком в санатории, молодым человеком-студентом, который сказал, что он в Суворовском училище, который знает молодых ребят, у которых это были такие же симптомы. Но из-за того, что это закрыто, видимо, военное училище, такие вещи не выплывают. Искольких людей неизвестно. Мне, скорее, вот это немножко обидно, что эта информация не открыта, не доступна. Возможно, просто мне бы помогло бы это больше в реабилитации. При этом, да, я считаю, что, наверное, прививаться, наверное, все-таки стоит, потому что надо просто знать, какие побочные эффекты, может быть, чтобы ты сам принимал решение, исходя от каких рисков берешь. Потому что, если бы я знал, может быть, я все-таки подумал, перед задаванием даже, может быть, может быть, менее эффективно, допустим, не пивак, а роман-то, кривак, допустим, может быть, я хотя бы этим сделал. У меня еще есть, собственно, такой фактор, что я переезжаю, ну, планирую, что ничего, нормально, все реабилитирую, если смогу в конце месяца, в начале следующего, переехать в Швецию, там уже можно будет уколоваться Pfizer. Ну, честно, конечно, не знаю, с глазом. У меня были планы такие, если я перееду в августе в Швецию, там буду работать, и с врачами, возможно, принято с Вадим. Почему? Потому что, так или иначе, эпидемия, и чем раньше мы ее сможем, чем больше людей как бы прививаются, тем, мне кажется, быстрее она закончится. Похожая позиция и у Ксении, дела у которой, слава богу, идут на поправку. Нет, я не антипрививочник, я за науку, я не считаю, что вакцина – это зло, и я не обижена на судьбу и на спутник, нет. Но, наверное, мне просто хотелось бы знать заранее, до вакцины, что такое может быть, не потому что я не сделала бы прививку, а потому что я хотя бы знала бы, что делать сразу, после появления таких симптомов. Кстати, тема возможных последствий прививок на минувшей неделе была популярной. У дождя вышел большой материал о том, как в России расследуют летальные случаи после вакцины от COVID-19. Спойлер – никак. У «Медузы» вышел подробный материал про побочки спутника. И, наконец, Майкл Наки сделал ролик про недоверие к вакцинам с участием известного микробиолога Константина Северинова. Недоверие – оно в том числе и от того, что мы не знаем всей информации. И большая проблема в том, что в России ужаснейшим образом обстоят дела с фармаконадзором, то есть с системой, с помощью которой медицинские службы собирают информацию о побочных явлениях после прививок. А все могло бы быть совсем не так, как поется в известной песне. О том, как дела с этим обстоят в США, мне рассказала сотрудница тамошней крупной фармацевтической компании Анна Мендер. И здесь есть два варианта. Есть пассивный просто сбор данных. То есть кто-то плохо себя почувствовал, нашел в себе силы, заполнил форму или позвонил в компанию. Это не очень частое событие. Врачи это делают чаще, аптеки это делают чаще, но тоже без гарантий. Но компания может еще сделать активный поиск этой информации, опрашивать врачей, опрашивать аптеки, потому что люди могут приходить и говорить, вот я там что-то принял и заболел, и дайте мне другое. Опрашивать страховые компании. Ну, это, конечно, наша, так сказать, западная история. В Англии, допустим, там совсем по-другому. И там это все идет централизованно через НХС. И они, значит, собирают эти данные. Но они не просто их, так сказать, собирают и кладут в сундук. Они обязаны с какой-то периодичностью, там это минимум раз в полгода происходит. Я думаю, что вот для этих вакцин это чаще они должны собирать все это, анализировать, смотреть, если какие-то там тренды появились, особенно если редкие события, и подавать, значит, большое, так сказать, большое досье регулятору. И там собирается комитет. Причем, опять же, надо вот тут подчеркнуть, что речь не идет о каких-то бюрократах. Это не какие-то, значит, люди, которые просто бумажки передвигают, там подшивают по три экземпляра. Там работают ученые. То есть это эпидемиологи, это врачи, это клинические фармакологи и статистики обязательно, конечно же. И они оценивают эти данные, особенно когда речь идет вот о каких-то статистических вероятностях, там вот о событиях, которые трудно уловить, пока у тебя нету миллионов доз, которые вот вышли в оборот. И если идет речь о каком-то вот тяжелом событии, какой-то по-настоящему опасной реакции, вот там в Израиле, допустим, эти миокардиты сейчас были с Pfizer ассоциированные, или, конечно, вот этот Гиом Бар, который вот сейчас начали понимать, что связано с Джонсоном и Джонсоном. Кстати, интересно, что в Америке FDA уже сказал, что да, есть связь, а в Австралии их регулятор, TDA, они сделали тот же самый анализ, они посмотрели свои данные и сказали нет, мы пока не уверены. Мы пока не будем навешивать вот на вас вот эту, значит, плашку, что есть ассоциация. Мы будем продолжать следить. И когда происходят события вот такого порядка, как этот Гиом Бар, то компания обязана в течение 15 дней подать отчет об этом конкретном событии. И потом регулятор начинает, значит, до них, так сказать, докапываться и говорить нет-нет-нет, теперь проверьте эти лабораторные анализы, медицинскую историю этого пациента, семейную историю, пятое-десятое, какие были у него, значит, параллельно, какие лекарства он принимал, может, было взаимодействие с другими препаратами. То есть это целая, значит, долгая история. Вот поэтому, например, с тромбозами это так долго заняло, потому что они пытались оценить абсолютно все факторы, которые могли потенциально здесь повлиять. Вдруг это не вакцина, вдруг это вакцина, но только у людей, у которых есть там, я не знаю что, диабет, все что угодно. То есть идет очень-очень глубокий анализ. Ну и, соответственно, значит, как только вот что-то происходит, потенциально это может привести, в общем, и к тому, что на вот этот вкладыш, который кладется в коробку с лекарством, вот туда добавляется какое-то предупреждение, чтобы врачи это не могли пропустить. Могут потребовать, чтобы компания послала абсолютно всем медицинским работникам во всей стране. Есть такой формат, называется Dear Doctor Letter. Послали письмо и сказали, вот мы компания производим это, вот мы заметили, мы обязаны вам, значит, доложить по закону. Имейте в виду. И в каждом медицинском офисе, в любой поликлинике всюду это будет. А в конце концов, если действительно что-то открывается такое совсем уже ужасное, в принципе, могут убрать с рынка лекарства, могут сказать извините. И такие случаи были. То есть и в каких-то случаях это происходило через много-много лет. Были, значит, обезболивающие, с которыми это произошло. Были лекарства от давления, с которыми это произошло. И, конечно, каждый раз всегда говорят, что вот что так долго это тянули. И FDA очень упрекают, не могли ли вы раньше, и за вас сотни тысяч человек приняли, могли бы не принимать. И, соответственно, они тоже находятся под большим общественным давлением. Ничего не пропустить. И вот эта разница на самом деле разница колоссальная. Она тоже одна из причин недоверия людей к вакцинам. Одним сказали, что все будет хорошо, других теми или иными способами вынуждают, а если что-то случается, никто ничего даже не объясняет. Хорошо хоть YouTube есть, и можно спросить у Константина Северинова или вот доктора Марии Хоучинс и еще многих других людей, которые не жалеют своих времени и сил на эти разъяснения. И большое им за это спасибо. Ставьте лайки, пишите, что думаете в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал. Предыдущий ролик посмотрели в два раза больше людей, чем у меня подписчиков. Непорядок? Кнопка, знаете ли, сама себя не пришлет. Новый мозг. Что возможно мы... Что мы... Мы вызв... Вызвана. Вызвана. Твиттер-аккаунт вызван. Раз, два, три, четыре. С фарма... С фармак... Как? С фармаконадзором. С фаршмаконадзором. Начинаем производственную гимнастику. Не трясись? Стоим. Что-то не нравится. Вообще мне все не нравится. Людей к вакцинам. Какой-то локон страсти у меня. Сейчас, секунду. Какой-то локон. ww